Паравинская детская библиотека номер 11 подготовила видеопрезентацию для маленьких почемучек о яркой и удивительной паре года. Осень – красивое время года, особенность которого заключается в ярких красках окружающего мира. Все живое и неживое в природе преображается и потихоньку готовится к встрече зимы. До трескучих зимних морозов еще далеко, а деревья уже начинают постепенно сбрасывать листву. Не сразу, не вдруг освобождаются они от листьев, идет подготовка к листопаду. В листьях происходит удивительное превращение. Первонаперво листья начинают желтеть, хотя никто не добавляет в соки желтой краски. Желтая краска находится в листьях всегда. Только летом желтый цвет незаметен, он забивается более сильным – зеленым. Зеленый цвет листьям придает особое вещество – хлорофилл. Хлорофилл в жилом листе постоянно разрушается и вновь образуется, но происходит это только на свету. Летом солнце светит долго. Хлорофилл разрушается и тут же восстанавливается, разрушается и опять восстанавливается. Образование хлорофилла не отстает от его разрушения. Лист все время остается зеленым. Наступает осень, удлиняются ночи. Света растения получает меньше и хлорофилл днем разрушается, но не успевает восстановиться. Зеленый цвет в листе убывает и заметным становится желтый, и лист желтеет. Но осенью листья становятся не только желтыми, а и красными, багряными и фиолетовыми. Это зависит от того, какое красящее вещество находится в вянущем листе. Осенний лес богат своими красками. Яркость осенних листьев зависит от того, какая стоит погода. Если осень затяжная, дождливая, окраска листвы от избытка воды и недостатка света будет тусклой, невыразительной. Если же холодные ночи чередуются с ясными и солнечными днями, то и краски будут подстать погоде, сочными и яркими. Дереву никто не говорит, когда надо сбрасывать листву. Но вот приближается осень, и листья на деревьях изменяют свой зеленый цвет. Уже в августе начинают желтеть листья березы и липы. А в первых числах сентября появляется золотой наряд у клёна астролистного. И действительно, у деревьев, как и у всего живого, есть свои внутренние часы. Эти живые часы чутко ощущают смену дня и ночи. Урокоротившиеся осенние дни как бы поворачивают в растение невидимый переключатель. Зеленый цвет меняется желтым. Из листьев ствол начинают оттягиваться питательные вещества. В черешках листьев тоже происходят изменения. Летом черешки листьев прочно скреплены с ветками. Попробуйте сорвать зеленый лист, например, у березы. Его легче разорвать, чем отделить от ветки без каких-либо повреждений. А осенью? Чем сильнее пожелтел или покраснел лист, тем легче он сбрасывается. И наступает момент, когда стоит только дотронуться до листа, как он тут же падает с ветки вместе с черешком. Оказывается, осенью в основании черешка в этом месте, где он прикрепляется к ветке, появляется так называемый пробковый слой. Он как перегородка отделил черешок от ветки. Теперь только несколько тонких волоконцев соединяет черешок листа с веткой. Даже легкое дуновение ветра сбрасывает эти волоконца. Листья падают. Зачем деревья сбрасывают листья? Хотя наши лиственные деревья живут десятки, нередко и сотни лет, листья у них работают всего один сезон. И за это время все равно быстро изнашиваются, ведь работа у листьев очень напряженная. В зеленом листе вся нижняя поверхность, покрытая прозрачной кожицей, усеяна мелкими отверстиями-устицами под влиянием окружающей температуры и влажности воздуха. Они то открываются, то закрываются, как форточки в домах. Вода, которую всасывает из почв в корень, поднимается по стволу к веткам и листьям. Когда форточки и устицы открыты, из листьев испаряется влага, и новые порции воды подтягиваются через ствол в крону. Солнце нагревает листья, а испарение охлаждает их, не дает перегреться. Приложите листья к щеке, что он будет делать? Холодить. Сорванный с дерева зеленый листик быстро засыхает, а на дереве листья сочные, свежие. Клетки живого листа всегда наполнены водой. Деревьям нужно очень много воды. За лето большая береза, например, испаряет около 7 тонн воды, а зимой столько же влаги из почвы не получишь. Зима для деревьев не только холодная, но и, главное, сухое время года. Теряя листья, деревья защищаются от зимной засухи. Нет у дерева листьев, нет и такого обильного испарения воды. Кроме того, нужен листопад деревьям и в лечебных целях. Вместе с водой дерево втягивает из почвы различные минеральные соли, но использовать их не на полностью. Излишки накапливаются в листьях, как зола в топках печей. Если бы листья не опадали, дерево могло бы само себя отравить. В городах воздух сильно загрязняет дымящие трубы фабрики заводов. Мельчайшие частички сажи оседают на листьях, забивают устицы, и испарение замедляется. Поэтому в городах некоторым деревьям приходится менять листву дважды в год. А известен случай, когда тополь сменял ее пять раз. А как же живет дерево зимой? Все лето деревья с усердием запасаются в стволах и ветках крахмал. Соки дерева постепенно густеют. К первым холодам клетки деревьев плотно напитые крахмальными зернами. Крохотные амбарчики прямо ломятся от этого добра. За запасы питания на зиму приготовлены. Там, где зимы теплее крахмал, там всю зиму остается крахмала. Где морозы пожестче, крахмал замедляется с сахаром. Вспомните, как картофель подмороженный, он сластит. Это крахмал перешел в сахар. Создав запасы питания, дерево готово выдержать морозы до 10-12 градусов. А первые морозы закаляют его, делают его выносливее. Сок дерева еще больше густеет, крахмал переходит в сахар. Движение сока замедляется и почти останавливается. Дерево словно бы засыпает. В зиму деревья впадают в настоящую спячку, как суслики, барандуки и сурки. Чем больше крахмала перешло в сахар, тем глубже спячка, покой у деревьев. И дышат деревья зимой в 200-400 раз слабее, чем летом. Особенно глубоко спят деревья с осени и до конца года. Если в это время срезать веточки черемухи и поставить воду, они будут распускаться нехоти и очень долго. А срезанные после Нового года просыпаются быстро, словно они только и ждали, когда их разбудят. Субтитры создавал DimaTorzok